Торрент Трекер 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 передников тоже. Если включить режим серьезного критика и начать воспринимать странную утку как полноценный многобюджетный анимационный проект, над которым трудилась целая команда аниматоров, то от всей этой нежной цветовой гаммы вскоре начнут лопаться глаза, а волосы выпадать. Да, чего уж говорить, анимация хуже некуда, но чтобы окончательно добить свою психику, можно еще и сравнить с анимацией истории игрушек. Вот так и вовсе до обморока можно дойти. И заставка Paramount в самом начале мультфильма не решает ни одной проблемы, а наоборот лишь вызывает еще больше вопросов, потому что эта заставка – первый и последний пример хорошей графики на протяжении всех 70 минут. Чего она забыла здесь – загадка. Возможно, именно на право использования этой заставки и ушли все деньги, поэтому рисовка и осталась на уровне интернет-сериала. Сюжет мультфильма тривиален. Утка-гомосексуалист, имеющая подчеркнуто-голубой окрас неожиданно задумывается над сменой ориентации. Весь сюжет далее будет крутиться вокруг желания утки жениться на 70-летней корге с огромным бюстом и ярых попытках сумасшедшего религиозного фанатика и гомофоба в обличии коня вылечить утку и помочь ему стать гетеросексуальным. Прямолинейное развитие, тем не менее, способно удивить некоторыми сюжетными ходами, что неожиданно для мультфильма подобного уровня. Двигателем комедии в «Странной утке» являются стереотипы общества о геях и гомофобах. Каждый персонаж максимально шаблонен и типализирован. Утка-гей носит майку всех цветов радуги, имеет голубой окрас кожи и щупловатое телосложение. Все это в совокупности с ярко выраженными гомосексуальным поведением и манерой речи. На протяжении всего фильма он демонстрирует свою нетрадиционную ориентацию, не скрывая своей жизни, в прямом смысле слова бегает и кричит на каждом углу, что он гей и что ему нравится такая жизнь. Его образ целиком и полностью призван подстроиться под то, какими геи в реальной жизни представляются гетеросексуалистом и гомофобом. Образ лошади-гомофоба тоже показан максимально обобщенно через стереотипы. Гомофоб в мультфильме – это элегантный, сильный и обязательно глубоко верующий гетеросексуал, не терпящий гей-сообщества всей своей душой и готовый пойти на все, лишь бы стереть геев с лица земли. Пап, иногда мне кажется, что я не такой, как остальные утки. Мне не нравится спорт. Я люблю искусство, музыку. Мартин, ты наконец уберешь свой тромбон! Точно такое же подчинение стереотипам характерно и для остальных менее ярких героев мультфильма. Особенно хотелось бы обратить внимание на то, как здесь показан образ идеального мужика, лишенного и капли гомосексуальных замашек. Песни, которыми занято, наверное, минут 30 всего хронометража, и вовсе превращают мультфильм в некое подобие нелепой мыльной оперы, где главная драма – это выбор главного героя между двух сексуальных ориентаций. Единственное, что в мультфильме действительно достойно похвал, так это юмор. Пересматривая странную утку в сознательном возрасте, я неожиданно, даже для самого себя несколько раз, не смог сдержать смех, поскольку шутки здесь и правда смешные. Хи-хи, он не мой сын, он мой очень-очень-очень особый друг. Пожалуйста, помогите. А ты совращал детей? Меня ни разу не осудили. Создатели затронули не только столь очевидную тему гомосексуализма и отношения к нему общества, но и не забыли про политику и шоу-бизнес, приятно удивив отсылками к заводному апельсину Стэнли Кубрика, Франкенштейну Мэри Шелли и Красавице и Чудовище, добавив шутки про Буша-младшего, Майкла Джексона и Барбару Стрейзенд. Если ради чего-то и стоит заинтересоваться этим мультфильмом, так это ради юмора. Здесь он и правда достойный, чем полностью оправдывает столь отвратительную рисовку. А дальше на красном ковре Пэтшо Бойс. Джон, для кого ты здесь работаешь? О, кого-то. Погодите, это даже не микрофон, это же мороженое. Тихо, вы меня выставите в плохом свете. Нет, это работа твоего хирурга. Похоже, он превращает тебя в китаянку. Странная утка – это уж, извините за каламбур, по-настоящему странное кино, способное некоторых развлечь хорошим юмором, а у других, особенно впечатлительных личностей, вызвать лишнее понимание, если не отвращение. Но чего еще можно ждать от низкобюджетной, фактически андерграундной работы, превратившейся в полнометражный мультфильм из интернет-сериала? Жалею лишь, что эта дичь не сохранилась у меня на том самом пиратском диске с убогой озвучкой. Я снова гей. Я настоящий гейст и гей. Я царь голубей. Мальчик, какой сегодня день? Сегодня 11 октября, национальный праздник. Отлично, малыш, замечательно. Держи 50 баксов. Иди в гей-секс-шоп и купи мне самый большой билдо. Тот размером с меня? Именно. Секунду.